Подкачайся, подкачайся, серы! Подкачайся, 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 серы! Серы, подкачайся! Сегодня мы рассмотрим тему отказного и неотказного тренинга. Скажем так, вначале мне хотелось бы рассказать о том, что, к сожалению, даже многие атлеты с огромным стажем не дают себе отчета по каким именно методикам они тренируются. Это можно сравнить с обезьяной, с автоматом. Возьмем школу, которая говорит о том, что тренироваться нужно до отказа. Ну, в принципе, логично. Как же можно рассчитывать на результаты, если ты взял штангу, пожал ее, чувствуешь, что с этим весом ты можешь сделать 10 раз, а всего-навсего ты сделал 3 повторения и положил штангу на стойке. Ну, можно так накачаться. Естественно, такие люди будут, которые, тем более, уже успешно растут, благодаря упорной работе до отказа, естественно, такие люди будут говорить, что тренироваться надо только до отказа, потому что на себе я проверил, на моем опыте, что это работает, мышцы растут. И во многих случаях это будет правдой. Теперь возьмем спортсменов, которые тренируются не до отказа. Они повышали веса. У них начали болеть суставы. Поэтому они придумали такую систему, что можно немножко сочкануть, не дожать до отказа. И суставы перестают болеть. Травмы прекращаются, травматизм снижается. Спортивное долголетие. То есть человек, получивший травму, даже если он тренировался более эффективно, не придет к тем результатам, к которым придет человек, который тренировался менее эффективно. Но не было травм, он стабильно прогрессировал. Ну, конечно, прогрессов, если его прогресс не остановится, из-за слишком легких тренировок, слишком неэффективных тренировок. Фактом остается то, что для того, чтобы росла мышца, нагрузка должна повышаться. Если вы будете работать легко, то нагрузка, скорее всего, сповышаться перестанет. Приходится работать тяжело. Пусть даже не до отказа, но тяжело. И вот если я проанализирую тренировки всех, кто тренируется без отказа, так как веса они стремятся в цикле все равно повысить, то все равно они приходят к отказу. Например, спортсмен делал 124 по 4, 134 по 4, но когда он пришел к 154 по 4, то на четвертом подходе он уже последнее повторение в отказ практически пожал. Но он думает, ну в основном же я тренируюсь легко, на легких тренировках у меня же запас есть, это же исключение, раз в месяц я до отказа потренировался, значит я все равно тренируюсь не до отказа. И он отстаивает этот подход, эту методику тренировок. Хотя по факту он отказ совершает. И Дмитрий Головинский, и все спортсмены, которые тренируются не до отказа, но растут, но растут. Потому что они дают себе периодически тяжелую нагрузку. Они все равно на отказ кто-то раз в 2 недели, кто-то раз в 10 дней, кто-то раз в месяц, да пусть даже раз в 6 недели, но выходят на отказ в цикле. Или на такую тяжелую работу, которая практически уже на 99%. Может он сделал 5 по 5, отказа у него не было, он все 5 по 5 пожал сам. Но интенсивность была такая высокая, что он бы не сделал 6 повторение все равно. Он думает, что это не до отказа. Я же сам пожал, меня же штанга не привалила, но фактически это работа до отказа. Потому что ты мог сделать 5 повторений максимум, и ты сделал 5 повторений максимум, не отказывая себя. Это работа в отказ. Последнее повторение с максимальным наивысшим трудом. Профессор Платонов доказал, что спортсмены, чередующие тяжелые и легкие тренировки, прогрессируют быстрее, чем спортсмены, которые постоянно тренируются тяжело. Если кто-то слышит, что можно прогрессировать без отказа, и думает, что это можно легко тренироваться, то это означает, что он себя обманывает. Не получится прогрессировать и легко тренироваться. Тебе придется повышать нагрузки, тебе придется вводить все более тяжелые тренировки. И ты должен будешь приблизиться к отказу, хотя бы изредка, иначе провестировать не сможешь. В итоге у нас нет никакой дилеммы. Теперь давайте посмотрим, как заблуждаются люди, которые тренируются в отказ всегда. Есть действительно люди, которые ходят в зал и делают каждый подход. Я надеюсь, кроме разминочного. Каждый сет они делают в отказ. Я так сам тренировался много лет. Размялся, сделал до отказа бицепс. Потом размялся, сделал до отказа трицепс. Потом пошел приседать на другой день. До отказа приседал. Мышцы росли. Все тренировки были максимально тяжелыми для нервной системы. Не знаю, она у меня как-то выдерживала. Но бывал и застой. Вот делаешь в отказ каждую неделю, и в течение года твой жим лежа не вырос. Такое тоже было. И два года, и три года жим лежа почти не растет. А ты постоянно в отказ, в отказ, в отказ. Потом сделал чередование легких и тяжелых нагрузок. И резко, и натурально жим лежа вырастает. И любое другое упражнение тоже. Чередование легких и тяжелых нагрузок. Но я продолжаю думать, что я тренируюсь до отказа. Теперь возьмем Алексея. Алексей формально тренируется в отказ. Каждую неделю он тренируется в отказ формально. Он вроде бы даже учит тому, насколько вот я знаком с его видео. Я смотрел, к сожалению, несколько его видео, даже, наверное, несколько десятков видео. Я думал, что этого достаточно, чтобы прийти к выводу, что, скорее всего, он пропагандирует регулярные отказные тренировки. Но, как типичный спортсмен, он не анализирует методически, не углубляется и он не понимает, как он тренируется. Он тренируется точно так же, как я или Дмитрий Головинский. Он чередует тяжелые и легкие тренировки, по крайней мере, в базовых движениях. Какие ваши доказательства, скажите? Очень просто. Как-то я зашел в зал и смотрю, что Алексей тянет штангу. Мы тогда с ним общались. И он говорит, что сегодня у меня нетяжелая становая тяга, легкая. Подтянем 180. Ну, хотя мы знаем, что Алексей может подтянуть 270, по-моему. То есть, вы понимаете, что это именно то уменьшение процента, которое я сейчас даю в своей программе ESON Nano. Сделал тренировку 80% от максимального, одноповторного максимума. Сделай три тренировки в течение двух недель. Где-то 60% от одноповторного максимума. И через две недели снова можешь попробовать 80%. И что же я вижу? Что в одной тренировке Алексей сделал легкую становую тягу. То есть, получается, у него тяжелые становые тяги чередуются и легкие. Никакого отказа, естественно, в легкой тяге нет. Он тренируется не до отказа. Потом, опа, легкий жим лежа он делает. Тоже это фиксируется. То тяжелый, то легкий. То становая тяжелая, то становая легкая. Также Алексей признается, что он когда-то занимался пауэрлифтингом. У них там была легкая или слабая, как он называет, слабая тяга, слабый присед. И, в общем-то, такие случаи часто бывали в моей практике. Например, один бодибилдер доказывал мне, что нужно качаться, многоповторку делать. Он делал 10-12 повторений, перерыв между подходами 2 минуты. Он в этом был убежден на 100%. Но когда я пришел в зал, где он приседал 300 кг, он делал перерыв между подходами 5 минут. И повторений там было меньше 10. Как же так, что ты методически должен делать одно, один отдых подходов и количество повторений, а практически совершенно другое? Он говорит, ну это ноги, ноги это совсем другое, это не то. Ну и также он периодически в любом упражнении выходил на большие веса и делал точно так же. Там 6-8 повторений с огромным весом и большим перерывом. То есть, хотя формально он всем объяснял, что надо делать многоповторку. Вес не важен, главное количество повторений, а практически он брал огромный вес, большой перерыв, чистый силовой тренинг. А многоповторка просто заполнял вот эти легкие паузы. То же самое мы видим у Алексея Шаратова, что формально работа до отказа, а неформально чередование тяжелых легких тренировок, по крайней мере в базовых упражнениях. То же самое Дмитрий Головинский категорически против отказа, но мы прекрасно знаем, что когда он делает так называемые контрольные точки, или когда у него тяжелые, тяжелые тренировки, когда он выходит на вес, то там близко-близко к отказу. То есть, это фактически отказ. То есть, может быть такое вполне, что он может сделать 4 повторения, а он сделает 5. Потому что у него по плану 5. Это будет супер напряжение. Это будет 100% из 100 возможного. Но я считаю, тренировки, даже если ты выложился там на 90%, подходит, в принципе, все равно уже тяжелая работа, тяжелая интенсивность. Это не работа в полсилы или две трети силы, а это 90-100%, ребята. Поэтому, по большому счету, и пауэрлифтинг, и бодибилдинг, мышцы у всех растут одинаково. Для роста нужна прогрессия нагрузок. Для роста мышечной массы, для гипертрофии, для роста силовых, нужно повышение силовых показателей. Ты можешь это сделать без отказа? Отлично! Хотя все равно некоторые тренировки, пусть даже раз в месяц, у тебя будут приближаться к отказу. Потому что без тяжелых тренировок, близких к отказу, прогрессия нагрузок, роста весов не будет. Вот если ты лежа жмешь 100 кг 4 подхода по 5 раз, а можешь 124 подхода по 5 раз. Ты думаешь, ты будешь прогрессировать? Ну, сделаешь ты 10 тренировок, 100 кг. Потом все равно тебе придется, чтобы прибавить, повысить интенсивность. Потом все равно захочешь прибавить, еще повысишь вес, еще повысится нагрузка, тоннаж, интенсивность. И что? В один прекрасный день ты придешь к тому, что ты уже не можешь делать 5 по 5. Когда у тебя уже на штанге будет стоять 120, и ты будешь делать 5 по 5, там уже никакой легкости не будет, и будешь уже тяжело работать, ты уже выйдешь на тяжелую интенсивность. Так вот, ребята, чередуйте легкую, сейчас звук выключу, секундочку. То есть у нас есть как минимум три вида тренировок. Это тренировки с легкими весами, с легкой интенсивностью. Цель этих тренировок просто легкий мышечный тонус или лечение травм. То есть никакого роста мышц никогда не будет. Первое время будут минимальные, какой-то там на уровне миллиграмм, рост мышечной массы, тонус немножко повысится, и все. Это тонизирующий или восстанавливающий тренинг. Это ЛФК, когда ты делаешь легко. Никакого роста мышц никогда не будет, потому что ты не повышаешь веса. Потому что начнешь повышать веса, все равно интенсивность начнет повышаться, то уже будет работа средней, и затем когда-нибудь высокой интенсивности. Второй вид тренинга. Человек постоянно работает тяжело, с большими орусками, с большой интенсивностью. У него мышцы растут, но затем наступает перетренированность, плата из-за истощения эндокринной нервной системы, иммунная система начинает шалить, можно простудиться, и начинаются боли плечи, локти, колени. В общем, постоянно в отказ не получается. И тут третий вид тренировок, самый грамотный, для опытных. Неопытный, он может и тяжело тренироваться постоянно, и прогрессировать год-два, а потом начнет болеть. И застой начнется. Третий вид тренинга для опытных, самый грамотный, так как я даю программу Ясон Нано, то есть с микровесами, когда между тяжелыми тренировками идут легкие веса. Чередуется тяжелая и легкая интенсивность, вы и прогрессируете, и мышцы растут, и у вас есть легкие восстанавливающие тренировки, у вас нет травм, по крайней мере травматизм, в 10 раз снижается, ничего не болит, мышцы растут, вы больше восстанавливаетесь, при тренированности риск возникновения в 10 раз меньше. Самая идеальная схема с циклированием тяжелых и легких нагрузок для опытных. Первый год тренировок это не так актуально. Актуально, когда у вас уже или медвеса не растут, или когда у вас начинает что-то болеть. Почему же у Алексея жаловался, что и спину срывал, он просто не говорит, у него болит. Он такой же человек, как все остальные, он работает с большими весами, у него много травм, у него все болит. Но он говорит, твоя система идеальна, у меня ничего не болит, травм нет. Но тут же признается, что была грыжа, становую прекращал делать, уменьшал веса в становую, потому что болело, срывал, то есть проговаривался, что болит. Дело в том, что он не тренируется сам в отказ каждую неделю, потому что иначе у него начинает все болеть, но своим ученикам он дает отказ каждую неделю. Может быть не специально, может быть не со зла, а просто у него не хватает как бы ума, проанализировать, ну может быть не ума, методических навыков, проанализировать, как он тренируется. Честно сказать, что я чередую, я занимаюсь, использую периодизацию, циклирую большими и малыми весами. Он просто такой маленький, сделать шаг и об этом рассказать, почему-то он этого не делает. Предупреди других людей, что нужно чередовать малые и большие веса, чтобы вы достигали оптимальных результатов и достигли наивысшего развития в натуральном бодибилдинге. То же самое нужно и в химическом бодибилдинге. То есть не важно, натурал, химик, будешь постоянно работать в отказ, начнутся боли. Не хотите травмироваться, хотите снизить травматизм, чередуем тяжелые и легкие тренировки. Новички, пока веса небольшие, можно постоянно тяжелые, но как только почувствуете какие-то легкие дискомфорты, накопительную, какую-то усталость в связках, мышцах или замедление роста показателей в упражнениях, будьте любезны, приходите на наиболее эффективный метод тренировки. В общем, друзья мои, надеюсь, вам было интересно. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мою почтовую рассылку, чтобы я мог вас уведомлять о новых видосиках. Если вам нужно составить программу тренировок, прослушиваться, накачаться, пишите лично мне, все в описании. Пока!